добрый вечер ну смотрю вам фильмы про грузию надоели и на деле мало кого интересует хотя у меня еще в запасе ролик я пока выпубликовать не буду поговорим о новой культуре в моей жизни это инжир инжиром меня заразил максим лебедев я был у него в прошлом году и увидел воочию что действительно инжир растет и возревает в условиях подмосковья хотя мне до этого три года твердил вадик давай жир сажай эти подскажу помогу я все отказывался думал что это ерунда и вот один раз увидев я решил посадить инжир сказано сделано вот максим не прислал посылочку черенки инжира я их поставил укоренять давайте посмотрим что получилось у меня есть один череночек я сейчас расскажу как оставил на укоренение укоренял я по методике максима лебедева и параллельно с этим посмотрел много роликов интернете что нам понадобится для укоренения инжира ножик острый секатор какой-то укоренитель необычный укоренитель он так и называется дальше стаканчики пластиковые пол-литра с пластиковыми стаканчиками мы проделаем следующую манипуляции один стаканчик мы оставляем абсолютно чистым второй стаканчик мы делаем отверстие отверстие делаем внизу и отверстие делаем по бокам для лучшего проветрения и конечно нам потребуется субстрат в качестве субстрата предлагается использовать кокос кокос вымачивается и туда добавляется на 10 частей кокоса одна-две части или агро перлита или вермикулита очень большое значение имеет влажность субстрата что субстрат мочим до такого состояния чтобы вот так вот при сжатии держался такой колбаской и при сильном сжатии чуть-чуть выступала водичка если субстрат перелить то возможно загнивание пятки и не будет эти укоренения субстрат мы соответственно загружаем стаканчик который у нас с отверстиями таким образом идет подготовка да важно важно мы не уплотняем субстрат вот как вот мы его насыпали вот так он у нас и остается первая часть мы сделали что дальше дальше мы готовим черенок черенки заблаговременно вымачиваются от 12 часов до суток и делаются с ними следующими манипуляции оставляем кончик от нижней почки где-то один полтора сантиметра кто-то делает бороздование максим вообще ничего не делает я подсмотрел видео у корейцев так у них ловко получается мне надо кажется что это шаманство какой-то корейцы делают вот такие надрезы вот таких 3-4 надреза для чего видимо в районе тканевых минерист м начинает лучше нарастать колос и потом вот этот черночек мы либо на два часа ставим раствор корневина так вот либо берем просто корневин укоренитель у кого что есть и кисточкой тут корень и другим делом так вот так вот кисточкой наносим этот укоренитель кончик черенка принципиального значения не имеет чем что вы будете использовать можно гетероуксин можно корневин укоренитель все что угодно после того как нанесли укоренитель максим рекомендует запарафинить кончик верхний не трогай почку ну это тоже как бы можно не обязательно и после этого мы берем наш черенок и где-то сантиметров на 78 погружаем субстрат вот таким образом естественно подписать надо обязательно ну в принципе все а для чего второй стаканчик второй стаканчик очень важен 2 вторым стаканчиком мы делаем вот так вот раз и теперь от нас требуется терпение терпение еще раз терпение когда мы ставим стаканчик в идеале приобрести коврик для рассады теплой поставить температуру 25 26 градусов и в темном месте пусть стоит дает корни стараемся две недели вообще не подходите не трогать через две недели можно аккуратненько посмотреть если корни появились можно выносить на свет у меня нет коврика для рассада но зато у меня есть теплый пол вот посмотрите я сейчас все поставим на теплый пол и мы начинаем отсчет и смотрим как будут развиваться наши череночки инжира как они будут превращаться в саженцы да вы меня спросите какие сорта я взял совсем про это забыл рассказать я взял три сорта флорея и rdb это ультра ранние сорта которые у максима растут в теплице я тоже планирую к высадке в теплицу жертву я принес перцы и пару кустов огурцов прошу заметить ни один куст винограда на моем участке не пострадал инжир это культура который будет расти параллельно с виноградом ни в коем случае его не заменять еще сорт взял тайгер тайгер это сорт который успевает очень плохо у нас и я планирую выращивать в катках больших и осенью на дозревание заносить на лоджию на следующий год у меня еще будут там два варианта по выращиванию но об этом соответственно позже и так давайте смотреть как развиваются наши черенки прошла неделя и мы видим что на черенках начинают просыпаться почки не так быстро как хотелось бы но тенденция очевидна вот флорея прямо конкретно набухшие почка почки раскрываются буквально на глазах становится все больше и больше прошла еще одна неделя и мы можем увидеть что черенки тайгера очень кучненько так начинают давать корешки прям сорт укоренился самой первой и почки уже достаточно хорошо открываются а вот флорея и rdb пока подтормаживают она в 14 дней это еще не срок продолжаешь жить три недели сегодня ровно три недели как я начал укоренять вот эти черенки из 12 черенков укоренилось 11 12 черенок я вам показывал самом начале он был неукорененный я попытался укоренить повторно лучше всего укоренился как увидели тайгер обратите внимание какие хорошие корни тайгера вот еще пройдет дней пять я буду его пересаживать а вот например флорея флорея она позже укоренилась ей дольше придется наращивать корневую и позже буду ее пересаживать в горшке смотрите есть вот такой вариант когда казалось бы мертвый черенок дал корни вот и я переживал что у него нет почек ну вот уже не видно вот здесь эти зелененькая начинает пробиваться почечка поэтому никогда не спешите отчаиваться инжир укореняется очень хорошо только нужно терпение не нужно спешка значит что делаем дальше я понял уже из своего печального опыта потому что это второе укоренение первое укоренение у меня было в декабре и когда я уезжал в грузию у меня но обстоятельства вынудили пересадить раньше побольше полить и у меня загнили корни у многих саженцев вот из того значит из той партии два выжили какая основная ошибка не спешите пересаживать вот пусть полностью вот так вот оплетет корневая система после этого берете горшок не намного больше видите он совсем чуть чуть побольше аккуратно вытаскиваете ставите и сбоку подсыпаете почвосмесь какую я использую почвосмесь обычную покупаю садовую землю супермаркете туда же добавляю примерно четвертую часть земли из теплицы хороший и обязательно добавляю или агро перлит или вермукулит либо это это вместе то есть инжир как виноград любит легкие дышащие субстраты почвы и после того как вы пересадили поливаем по кругу стеночки я использую для этого спаранцовку и поливая вот таким образом видно вот так вот раз по кругу либо второй вариант поливаем через поддон ставим снизу тарелку и через поддон поливаем теперь это понятно да вот уже видите какие выросли хорошие замечательные саженцы это рдб это пойдет в теплицу сейчас я покажу вот этот саженец я уже несколько раз убрал вот я его по весу чувствую он очень легкий его надо полить а вот этот например он прям тяжелее его еще можно не поливать вот на нем я покажу пример как полить правильно саженец инжира спаранцовка берете и аккуратненько по краю стаканчика выливаете вода распространится по всей длине вот я стараюсь не поливать там где сам черенок по аналогии как это делается с виноградом потому что загнивание пятки точно не от столкнулся то что погубила черенки моей первой партии пересадку горшки я буду делать дней через пять после этого как только корни в горшках начинают у нас появляться снизу горшков пересаживаем следующие горшки инжир начинает расти очень мощно очень сильно и к моменту высадки в теплицу или в пересадку в большие горшки вы уже получите вполне взрослые растения если будут образовываться брэба это плоды первого урожая скажем так лучше их отщипывать потому что саженцы молодые они вас не вытащат подождите один сезон в следующем сезоне вы получите эти брэба весной соответственно мы будем сажать все это в теплицу в горшке я буду об этом рассказывать и показывать что еще посмотрите как сгнивает корень пятка у черенка к сожалению не всегда все бывает идеально бывает вот такие случаи из 12 саженцев один совсем не хочет никак укореняться не показывать никаких признаков жизни а сегодня ровно три недели как мы начали укоренять инжир давайте посмотрим что же с ним случилось и можно ли как-то спасти этого товарища аккуратненько убираем субстрат и смотрим я в принципе уже знаю что тут обратите внимание значит произошло следующее у нас загнила пятка возможно был излишне мокрый субстрат либо еще какие-то постоятельства соответственно не открылась ни одна почка саженец признается выпавшим можно ли как-то его спасти саженца ширинок можно ли как-то спасти да уже есть опыт и личный и читал и слушал что нужно сделать мы отрезаем погибшую часть вот срез уже немножко такой подсохший и обновляем верхний рез и теперь на вымачиваем он у нас до вечера поплавает а вечером на примере этого саженца я покажу как я укоренял черенки минжира благо вы уже начала ролика посмотрели именно этот черенок и будет у меня в качестве примера на этом все начинаем новое неизведанное дело будем вместе учиться вместе пробовать наслаждаться инжиром опять же говорю виноград при этом не пострадал виноград начну укоренять 14 15 марта обязательно покажу в этой в этом сезоне мне скучно поэтому я буду укоренять разными методами обычно я укореняю просто на воде а в этом году хочу попробовать по сравнить на воде на воде с ивой в кокосовом субстрате и в тряпочке на шкафчике по наталью пузенко ждите новых видео на этом всем пока крепкого здоровья счастья мирного неба над головой мужчин с праздником